Будем говорить на русском, да? Потому что вы обратились ко мне и к президенту и к другим по-русски. Добрый вечер. Я граждан Украины. Уже 9 лет борюсь с системой украинской. Сегодня у нас назначено первое слушание на 1 октября 2019 года на 11 часов в городе Одессе, Украина. Город Одессе, улица Стуса, 1А. Тот же судья, тот же суд уже который год? 9 год мы судимся. Это простой суд, там что произошло? Там уголовное дело. Было в 2010 году. Я сегодня Олегу Брегу дал такое письмо, чтобы он почитал, меры какие-то спринял. Так неважно, Олег Брега просто гражданский активист, но вы обратились и к президенту, и к премьер-министру. Я сегодня приехал, обратился к, с утра мы пошли сначала, мы сначала пошли с утра управление Верховного комиссара ООН по правам человека. О, даже так? Да, мы обратились. Это находится на улице. Потому что вы гражданин Молдовы или ваша жена, да? Не жена, как говорится, мать двух детей, мать двух детей. Ну так, да. Её судят, да? Её судят уже, да. 9 лет. Она имеет официальные документы в Одессе. Её фамилия Владичевску Олена Васильевна. Вот. Я её приставляю в судах, а уже 9 лет помогаю, потому что не могу смотреть на украинский беспредел, фальшификацию уголовного дела. Сегодня мы с утра обратились к управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Молдове. Оно находится 31 августа, я знаю, да, да, я бывал, что 31. У нас там страны, я думал, в Украине такой бардак. Принял охранник, ушёл за угол, пришёл на, просто подпись поставил. Ээээ, вот там что-то он накорлюбил. А, что он принял, да, ваше обращение, понятно. Да, ничего не печать синей. И мы потом, где-то было в 11 утра, пошли в этот, пошли мы позже, уже в 11.30, были в администрации президента Молдовы у Додона. Там без проблем приняли печать, зарегистрировали за номером президента Молдовы. Ну вот так, это государственное учреждение, да. Это государственное, а то международное, межгосударственное. Вот, от 09 до 09 до 19-го года. И это первый раз вы обращаетесь к президенту Молдовы? Президенту я обращался ещё в 16-м году. Тоже Додон был. И до, когда, я даже пытался с ним в 16-м, он встретится. И просто вот так, возле дверей он пробежал, никто. А к Майе Санду я приходил в 16-м году, говорил, она тогда сказала, иди к Додону, он выиграл в ноябре. Он выиграл выборы. Ну, теперь уже, подождите, вы у власти, Майя? Я сегодня и к вам пришёл. Ну, сейчас я расскажу сначала, что с ООН. Где я, получается, мне там угрожали. Тот охранник? Охранник этих всего, что я не снимал это всё. Вызовут полицию. Пока мы сходили с сыней в администрацию президента, вернулись, я всё-таки вызвал полицию. Это всё видео есть. Приехала полиция, вы вызывали? Да, мы... Сначала мы пошли, сняли видео. Вышли опять тоже охранник. Он там начал писать, что у них там нет номера. А то, то и дал какой-то телефон, визитку, звоните. Я говорю, вы не имеете по закону. Попросил Бэджика, не Бэджика, удостоверение. Он мне тычет. Бэджика. Вы можете сказать, как ваша фамилия? Какой у вас долгий? Я не знаю, он охранник или кто? Да, но это не государственный служащик. Да, он же и принёс там. И вышло такое, как бы непонятно, с Молдовей уже конфликт сегодня. Приехала полиция, чтобы нас на месте мы там разобрались. Этот процесс как положено. Нас садят в машину, есть видео. Ого. Везут сзади сиденья. Вы жалуетесь на Украину, а вас арестуют в Молдове. Нет, мы жалуемся на молдавский влач. Почему разница между документом? Одна страна там есть. Нет, но вы пошли в ООН жаловаться на Украину. На украинские суда. Здесь арестуют уже, да? И нас арестовали. Только поехали. Я в машине позвонил консулу Украины. И заявил там. Но это я не снимал. А у вас какое гражданство? Украинское. Не украинское. А у Елены Молдавской. Понятно, да. Заявил это всё. Я заявил это всё по телефону. Они испугались. Посередине дороги нас высадили. Оставили. Да, хотели оставить. Я говорю, не, не, не. Выбачьте. Идем. Пошли. Написали заявление. Объяснение. Описали всё. Я, правда, забыл описать вот этот момент, когда нас высадили. Да, да. Потом мы, как говорится. Освободили. Освободили. И сходили в Макдональд чуть перекусили. Потом мы сходили уже к Майсанду. Уже. Правительство, да. Да, правительство. Там опять же та ситуация. Звонили мы на 112. Оказывается, в Молдове надо звонить. Вызывали. Я уже говорил им, что вы что боитесь или что приедете. Никто. Никто. Уже всё. Поняли кто вы. Сказали звонить. Звонить. Сказали на номер. Сейчас скажу. На номер 383. Там есть у них телефон напрямую. Что спустились. Позвонил. Потом сказали на 372. Позвонил. Сказали, что это всё принимают. Сначала нас сказали, что есть ящик у входа. Кидайте ваше письмо в ящик. И всё. Но это выходит незаконно. Там какие-то просто цифры дали. Кто принял, мы до сих пор не знаем. Теперь выходит мы в ящик какой-то. Он принимается оказывается сегодня до обеда. А мы пришли там чуть не в два часа. Приехала полиция. Вот это всё тоже видео есть. Олег смонтирует. Покажет вам всё. Вот как мы сегодня пытались что-то добиться от властей. Я прошу всего лишь одно до Дона. Я уже и она пишет. Уже вот судебно с 15-го года по, по, хочу обратить внимание. 19-й год. Мы подали 154 ходатай заявление и от неё от ВЛЧС Куланы Васильны. Подали. Судя до сих пор ни одно не рассмотрел. По правам человек Украины нам написал. Ещё раз мы обратимся. Неважно. Зуб у неё болит. Нога. Это один и тот же факт. Один и тот же человек. Мы вам не будем ответы давать. Что это за европейский суд такой? Ну это Украина. Понимаете? Одесса. Да. Теперь вышло. Вышло, что нам Жученко, бывший прокурор, оказывается, когда мы жаловались возбудить уголовное дело против нашего прокурора, где мы добились через Приморский суд всё-таки это всё. И вышло, что когда мы обратились уже в ДБР Николаевский, он территориальный с Одессы. Приехал следователь с Николаева. Мы поехали. Он нам пишет, что Жученко давал такой ответ, что с 26.06.16 или 18-го года, по-моему, 18-го, мы с ней перестали переписываться, ну, ответы давать. Я взял, написал ему, я просто сейчас с собой не хотел бумаги взять, но я объясню людям, чтобы понимали. На имя Жученко, что всё-таки объяснил. Давал он такую бумагу, не давал. Эти прокуроры не разобрались, дают. Да, давали только уже в другом году, в другом месте. Оказывается, таких валом он ответов давал. Это, во-первых, что никто не хочет разобраться. Там уголовное дело просто было ДТП, ДТП, мопед с джипом. И это мы воюем 9 лет. Наверное, тот с джипом интересный персонаж. Да, он, как говорится, был когда-то сотрудником полиции, ну, милиции старой. Имеет, так кажется, они там были родичами. Кьё, как бы чуть не, ну, не хочу я говорить, это надо уточнять. Но они где-то с Любошелского района все. И прокурор там какой-то из Любошелского района. Там семья их не дружит сильно. Вот. И, как говорится, адвокаты изначально мы считали, мы уже хочу вот, я просто помню на память, что с ноября месяца до сейчас мы поменяли 6 бесплатных адвокатов. То мы раньше платили за них деньги, то же не помогли. Сейчас они только являются в суд туда-сюда, они сразу пишут, то заболели, то они отказываются, то перешкоджую. Ну, я выходишь, перешкоджую. А в чём я мешаю, в чём вот? Я уже стал вот эту переписку делать. Зеленский, обрати внимание на, ну, какой бардак в Малиновском суде, в прокуратуре Одесской области, в следственное управление на Королёва 5 и Проспект Шевченко 8. Вот. Там никто ничего взяли, как говорится, чуть-чуть денег, и они теперь отрабатывают 9 лет. Вот это всё. А когда истекает срок давности этого? Ну, как мне объяснили люди, как мне объяснили люди, что давность срока, давность срока стекает 10 лет, а внедняк теряет силу. Но я теперь не могу, хочу Зеленского поправить, ну, президента Украины, потому что я тоже, как он кричал в визе, что мы все президенты Украины, что хочу поправить Зеленского. Что? Там дело возбудили сначала в 10-м году. Мы хотели уточнить, уточнить. А куда делать? У нас, оказывается, сейчас два дела уголовных возбуждены. В 10-м году одно. И когда вышел новый ПК в Украине, возбудили в 12-м еще одно уголовное дело. И теперь против него два, против нее два уголовных дела. Где потерялось то дело? Я уже устал вот эту переписку делать. Оно как-то себя объединилось. Где этот приказ объединения? Вот, Зеленский, я очень прошу, чтобы задать этот вопрос по Владичевску Лене Васильевне. И еще один вопрос хочу. Была еще одна девочка, тоже гражданка Молдовы. Я это тоже держу сейчас на контроле. Тоже уже пять раз у нее, что только она борется уже 9 лет, а та брать ее. Он мне сделал доверенность, я вот хожу по судам везде. Мы уже боремся за то уголовное дело 7 лет. Ее сбили на пешеходном переходе. И звать ту девочку было Киркелан Алла. Тоже рассматривала Королева пять. Те же следователи шоу Владичевского Лене Васильевне. Та же прокуратура области сейчас схитрили, что они сделали. Сначала было дело прокуратуры области. Да, Владимир Зеленский, вы пришли. Они сейчас взяли человека с прокуратуры Малиновского по направлению в областную. Отдали материалы ей и вернули ее назад на должность. Что якобы прокуратура это не контролирует. Она держит контроль, но она не вела дело. Теперь у меня вопрос, Владимир Зеленский. Как могли высший ранг с 9 лет, почти 8 лет держать это дело? А потом дать ниже людям, чиновникам? Должна была тогда рассмотреть прокуратура Украины уже. Я обращался сколько раз. У меня есть официальный документ от Луценко. Он тоже так написал, что мы с вами перестали листоваться. И тоже всех уже заколебали, что в Киеве, что в Одессе. Может уже пора обращаться в европейский суд? В европейский мы не можем. Мы если обратимся, например, почему должны все-таки и осудить ее или отказать? Да, но так суд, если длится слишком долго, 9 лет. Это вина. Да, вы можете обращаться в европейский суд против Украины. Не имеем, потому что мы должны... Я вот узнавал многих адвокатов, мы должны... Как вам объяснить? Мы должны... Пройти все суды украинские? Не все суды. Нам кто-то должен отказать, вот, в чем-то. А в чем? Мы завтра напишем, я просто потрачу свое... Они отказывают вам в правосудии. Нет правосудия в этом суде. Они тащат вас по суду, в том же суде уже 9 год. Каждый месяц или 2 месяца. И вы не можете ли работать? Мы обратились... Понимаете, мы обратились... Как говорится, я все поистанте обращаюсь, как положено. Я сроки везде, ничего не пропускаю. Получается, мы обращаемся. Нам отказывают. Мы должны идти в Приморский суд. А скажет... Обжаловать это все. Да. Да, это так закон говорит. Потому что реальность прокуратуры области, это Приморский суд, город Одессы. Понятно. И мы опять... Может у вас в Молдове здесь другие законы. И я не имею права пока... Вот я, например, скажу... Напишу в Европейский, что вот судья там что-то не сделал. Он завтра устранит. Все. Это будет прогресс. Как мы сделали... Смотрите, мы сделали какую ситуацию. Обратились на суд. Обратились на суд. Жалобы. Высшая Рада правосудия. Я не помню. Обратились туда. Высший суд Украины. Высший суд Украины. Жалобы на суд. Да. Я просто сейчас адрес не помню. Еще хочу обратить внимание. Когда мы туда обратились. Потом мы обратились с жалобы по правам человека. Что сделали по правам человека и суд Малиновский. Объясню. Тот суд, что должен был рассмотреть это дело против в суде. Он даже не открыл это дело. Ничего. Просто вот так открыл. А! Владиславская школа Новосильевна. Все повернул обратно. Отказать. На адрес, где мы указывали. Отказать или как? Даже не отказать. Просто открыл. Не будем рассматривать. Повернул это все обратно. Малиновский суд взял за основу чуть иначе. Зеленский. Обратите внимание. Сильно я хочу. Как нас хитрят вот эти все. Судьи, прокуроры. А чтобы рассказать. Ну я чуть позже расскажу сейчас за судью. Когда мы это все ну как бы завернули. Все это. Нам эти материалы. Послали по правам человека. По правам человека эти написали объяснение. Что нам якобы отказал этот орган. Рассмотрел и отказал. И по правам человека так нам ответили Украины. Что вам отказал высшая рада правосудие. А вы хотите чтобы мы разобрались. Мы не имеем полномочий. Теперь когда мы наехали по правам человека Украины. Задали вопрос. Они нас отправляют сейчас. Есть приемный день в Одессе. Канатная 83. Сходите туда и вас там выслушает такой и такой человек. Зачем? Это уже грубейшее нарушение. О. Даже никто не хочет разбираться в нашем деле. А вот что интересно. Хочу сказать. Она государству якобы нанесла ущерб на 3700 грилетов. А в чем тот ущерб. Я вам просто сейчас расскажу в чем ущерб. Почему нас до сих пор судят. Ребенок когда ехал выпал с мопеда. Разбил головой лобовое стекло. Потому что их сбили. Джип сбил. Когда я писал что например такой вопрос. Что откуда эта травма головы. Откуда разбито лобовое стекло у джипа. Они хитро пишут что лобовое стекло и лобовое стекло. И детичные те же травмы можно получить что от стекло лобовое. И что об асфальт. Вот. И ребенок пролежал там чужой ребенок. 18 или 17 дней. И в чем заключается это все. Как вам объяснить. Это должен был адвокацию делать. Но я поздно. Но все равно. В чем тут суть этого. Когда мы обратились нам распечатать цены. Услуги. 112 гривен койка мест. Шестимесячно. Перевести на тот курс. 8. 14 долларов. У нас отель тогда стоил. Я помню лично. 70 90 гривен. Но не 112. Это двухместный отель. Ты мог приехать там сутки поспать. Вот. Или на два часа снять. А у нас оказывается. И что вы это должны оплатить государство. Вот. Когда мы начали обращаться к главврачу. Туда сюда. Они начали все кричать. Орать. Что эти уже документы потеряны. Все таки потрачено на ребенка было 400 гривен. А оказывается. Возбудить уголовное дело надо было 3400. И они перелетели 3700. И были рады. Что им главврач тот. С Слободки. Еще скажу адрес. Детский главврач. На Слободке у нас есть. Который работал в 2000 году. Он дал им быстро такое как бы заключение. Оказывается тоже. В чем. Вот представьте. Там за эти дни. У этой как бы медсестры поменялось. Ну человек 20. Это я думаю минимум. Потому что там по 6 человек. Я не знаю сколько там палат. Ну взять грубо 23 человек. Если каждый как они пишут. Вратич писал. 400 гривен премию. За что премию непонятно. И вот там и набежало. Вот это 112 гривен. Множко на 17 дней. Это там чуть не 2000 гривен набежало. Не важно. Все равно. Они должны решить это дело. Но 9 лет это не мыслимо много. Немыслимо. Но вы поймите что это. Вот. Когда мы например написали. Мы это все. У меня есть документально. Это не только у меня. Это можно поднять в прокуратуре. Зеленский. Владимир. И в этом. Ну во все инстанции. Эти все жалобы. Только набираете. Владичец. Хола. Новосильевна. Там вам все высветится. Не надо чтобы я приехал. Давал объяснение или еще что-то. Вот. И когда даже была раз такая ситуация. Судья пришел выпивший. Выпивший. Я написал в тот же день. Вызовите скорую. Мне так главврач написал. Оказывается прокурор не видел. Там было еще адвокат не видел. Что он выпивший. Жувачку он часто жевал у нас на заседании. Без флага было. Это позор. Я не могу передать. Сколько лет мы прошли. И когда он пришел выпивший. Мы быстро. Я заявление подал там. То глав. Это. Писатель Мальновской районной суда. Написал что он подошел лично. Понюхал. Этих признаков. Как бы не выявил. Он большой у нас оказывается специалист. Так когда? Через неделю или сразу же? Якобы в той же день. Вы понимаете. Большой специалист. Я пишу скорую. Вот. Сколько мы раз писали отводы на суде. На секретаре. На прокурора. Прокурора нам. Когда я писал что. Прокурор приходит. Не прокурор. Без формы. Это. Да. Нет у нее денег. Потом мне ответили что. что денег, как бы форма прокурорская не предусмотрена. Но я бы уже писал, что так, что она как елынка, как елочка приходила, вся в золоте, вся в бриллиантах. А тут женщина, да? Ну, самое интересное, когда эта прокурорка задекларировала там в 14-м году две машины крутые, или 15-м, я там не помню, не помню, то ответили нам, что она раньше это заработала. Ну, когда потом она задекларировала это все, уже две квартиры, тонна 300 метров, значит, должно было задекларировать еще там миллион, 200 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и 25 тысяч гривен. Опять непонятно, где это она все взяла. Ну, вы же понимаете. Вы думаете, это признак коррупции, да? О, это коррупция еще большая. Вот это можете зайти к этому, Куприна, прокурорша это все длила, зайти проверить ее декларацию, все официально. Сейчас это прокурорша уже новая, оказывается, я уже стал выяснять прокурор, но прокурор с инвалидностью. Я теперь выясняю, имеете ли право вообще уголовное дело уже, вы себе представляете, 7 томов. Это мужчина не донесет в руках, как говорится. Это надо два мужчины, чтобы нести 7 томов уголовного дела, это инвалидки, прокурор инвалиду, может она не должна была, вот я сейчас собираюсь выяснить, как она там оказалась, инвалид-прокурор получает пенсию чуть не 60 тысяч в годовых, там по 5 тысяч у него, ну, зарплату там, я не знаю, какая у них, по-моему, 10 тысяч гривен. И она еще взялась, а ей самое главное, Ленский хочу обратить внимание, Владимир, прокуратура области уже согласна на любой ущерб, надо тебе место прокуратуры области, мы тебя заберем в прокуратуру области, только давай эту Владичевскую, как говорится, им нужно фало в их сторону, они понимают сейчас, что дело уже зашло далеко, и дело зашло до такой тонкости, что мы уже 10 лет подождем, надо 15, я подожду 15. Так и что вы ожидаете от Зеленского, от президента Молдовы, от премьер-министра? Ну, я хочу еще сказать, что я подам потом на моральный ущерб на Украину приличную, и так же хочу обратить внимание на Додона, что я так же их подам. Если будет длиться судь еще 10 лет, то вы можете не дождетесь ни ущерба, ничего. Нет, мы дождемся, цыганка мне сказала, я на юбке очень пострадают ноги чиновники. Хочу сказать, я тогда был в детстве маленький, я не понимал эти слова, а теперь я уже понимаю, почему. И что может или должен делать президент? Ну, президент, я прошу одно, от Додона, вот мы пишем, там Зеленский не читает это. Майя, вы так же не, как говорится, вам написать одно, позвонить этому Зеленскому, что ума на эти два уголовных дела, Киркелан и Аллы, которая уже 7 лет назад умерла, и они все, как говорится. Потом мне стало известно, что этот следователь, когда этот человек, Дима Киркелан, подал возбудить уголовное дело против следователя, что она заверила документы некоторые, и что-то они, ну, разница большая между этими документами. Она не пожалела, утром в 9 утра 10 было уже в Течневе, хотела, ну, это где-то в начале июля, приехала и уговорить его, и он отказался. Ему сказал, Дима, не вздумай, подписывай никакие бумаги. Она вернулась, сейчас оказывается, передали ей новое дело, как мы год почти в Примовском суде скасовали пацанову эту, месяц пролежала в следственной отделе на проспект Шевченко-8 в Одессе, потом это быстро дело, мы начали писать, сделайте то-то-то-то-то-то. Может, такой украинский суд, может, не только эти два дела такие? Это не украинский суд, это, понимаете, вот, например, мы столкнулись даже с такой ситуацией, что мы часто в Приморском суде крутимся, часто, скасовываем эти постановы. Вот, мы приходим в Приморский суд, судья один, ну, и тоже, он скасовывает, а другой не хочет, потому что он был, оказывается, как бы, бывший прокурор области, с прокуратуры, бывший с прокуратуры, и если бывший с прокуратуры, а там, оказывается, связаны все. Если он работал в прокуратуре, он сейчас судьей, его дети остались в прокуратуре, и в прокурор области сразу давит, так, надо отказать. Если где-то приехал судья с Донецка или с других областей, сейчас же, вот, то он боится, он ничего не имеет никакого отношения с прокуратурой, вот, и тут как скажет, ну, если взяли, деньги не судьи берут, а берут изначально следователи и договариваются с прокурором. Потом прокурор, как говорится, делает по блажке суде. Так, мы завтра твою декларацию не троем, то-то, мы отказываемся, вот у нас, вот такая, как я теперь выяснил, что такая большая паука, вот, и там папа, мама, брат, вот, и мы это все должны делать, я хочу еще одно Селенского обратить внимание, я очень благодарен ему, что он хочет отменить этот монополий адвокату, это правильно, потому что в нас еще до сих пор ни один адвокат ничем не помог, что за деньги, что без денег, что интересно, мы когда сейчас хотели наказать, там, в январе троих адвокатов, нам, я не помню, там, 1540-60 гривен надо было за одного адвоката, чтобы коллеги адвокату засело и рассмотрело наше заявление, какой бардак, а теперь, когда мы написали на этого адвоката последнего, оказывается, уже выросло 2007 гривен мы должны всплотить, не так растет, хочу обратить внимание, пенсионеров наших, украинских, не так растет пенсия, зарплата у людей, как у этих коллег, чтобы ответ дать, какой ответ, вы должны были бесплатно дать этот ответ, вот, но уже, честно сказать, с Одессы не один адвокат не хочет это дело вести, уже бесплатно коллеги адвокатов, в Одессе такая, на Льва Толстого 6, они, уже, нашелся человек в Николаеве, из Николаева приезжает, пытается это все, как бы, тоже ему, я думаю, как прокурору, этой прокурорше, дадут какие-то поблажки, где-то какие-то дела, еще хочу обратить внимание, что, я не знаю, это надо будет органы проверить, ну, вот, например, этот судья, что ведет это дело, оказывается, ИОТС входит, ну, чуть не десятку, там, я не могу сказать, это лучше пускай органы проверят, из богатых людей, но вы сами поймите, откуда ТЭС, работают люди, так быстро, но когда, понимаете, этот, я на судью потом нашел, ну, как не компромат, это просто, он зарегистрировал в 17 году, по-моему, купил себе пошкарье, 17-го года, а знаете, какая сумма, 80 тысяч гривен, перевести вам это было 3 тысячи долларов, я писал, и в ДБР всем писал, сплотил ли он все податки с этой машиной, вы не знаете, что ответили, там все правильно, вот теперь, вдумайтесь, вы, активисты, когда выходили, платили по 3-4 тысячи за то, что вам растаможить, а это тут, в Украине, где он такую дешевую машину, я вот до сих пор не могу понять, вот, купил за всего лишь 3 тысячи долларов, вот, хорошая машина, хорошая цена, если вы захотите еще что-то услышать, пожалуйста, приезжайте на суд, послушайте, как говорится, что там делается, как себя судья ведет, как себя прокурор ведет, как прокурор области, не знаю, сейчас поменялся у нас в Одессе прокурор, но я начинать, буду начинать, сначала обращусь, записался напрямую к Зеленскому, мне отказали, знаете, я хочу сказать, Владимир Зеленский, я писал, что Кокореева, там еще одного с вашего администрации, его в первую очередь надо их выгнать, они до сих пор дают нам эти же тупые ответы, учат этих, что интересно, вот у нас была реформа милиции, полиции, когда задали мы вопрос, ну, у меня есть еще там одно дело, уже с полицией меня начинают со всех сторон зажимать, ну, я выдержу все, и когда я задал, сколько этих правоохранительных органов, там почти указали до полторы тысячи, как бы полицейских в Одесской области, я имею в виду, а сколько они составили протокол, мне сказали, там около 15, там, там 16 тысяч, не помню цифру, то 400 протоколов, когда это на полторы тысячи разделить, на год, на день, это выходит один протокол в месяц, один протокол, очень, ну, что интересно, что с этих полторы, там, 1300, 400 этих полицейских, почти половина, там, или 644, бывшие, старые, никакой у нас реформы никто до сих пор не сделал. Последняя минута. Все, я очень.